Александр Григорьевич, в 2018 году, пару лет назад, мы с вами также встречались на субботнике. С тобой? Да, я помню этот случай. Правда, тогда это была Александрия, Трофимова крыльница, ваша малая родина. И тогда же этим субботником, по сути, мы открывали одноименный год. Вы сейчас очень много по стране ездите. Может, уже можно подводить какие-то промежуточные итоги, потому что в этом году трехлетка завершается. И как, на ваш взгляд, труды белорусов поменяли, преобразили? Что касается трилогии нашей малой родины, это чисто моя была идея и боль за то, хоть мы и немало сделали, как мы пытаемся сохранить то, что когда-то нам досталось в наследство. Зачуханные деревни, иначе не скажешь. Кругом разбитые дороги, перекошенные дома, разрушенные, брошенные дома, никому не нужные. Приусадебные участки, за которые в мое даже время, после войны особенно, люди дрожали. Они цеплялись за клочок земли, где бы вырастить и прокормить семью, вырастить продукты. Все это мы начали терять. Это вот одна из деревень Лясковичи, куда я приехал в 95-м году. Я вышел в туфлях, и вот такая была улица. Сплошной песок, и я помню, что я вот в ботинках начистенных вышел, обратил внимание, что они стали у меня похожи на этот песок. Но это было не главное. Я увидел, что ко мне идут люди. И вы знаете, что они меня попросили? Нам бы хлебушка немного. Люди просили, дайте хлеба. Они умели выпекать свой хлеб, но у них не было муки, у них не было с чего это выпекать, потому что какие тут урожаи были. Вот с чего мы начинали здесь работу. Вот эта вот деревенька, все это вот округа, она стала моей малой родиной. А история началась с того, здесь же как раз на злобу чернобыльская трагедия, годовщина. Очень много было крика, все это, бросаем земли, бежим оттуда и так далее. Я сказал, нет, мы здесь будем со временем жить. И мы стали осваивать эти земли. У нас нет лишней земли, поэтому нам надо страну свою привести в соответствии, передать тем поколениям, нашим детям, которые придут за нами. Вот так мы поднимали малые вот эти города и поселки. А потом было принято решение создать агрогородки. За последние годы было такое действенное, идейное дело объявить трилогию малой родины. Что сделали, что не сделали. Скажу честно, сделали не то, что могли сделать. Если бы еще трилогию объявили, еще больше бы сделали. Но главное, что сделали, мы повернули людей к малой родине. Особенно к деревенькам, к деревушкам, к тем домам, которые остались от мамы, папы, от родителей, от бабушек, дедушек. Наши белорусы, они, знаете, не понимают, что такое иметь сегодня маленький клочок земли здесь, в центре Европы. Скоро это будет дороже золота. Многие услышали это. Я вот смотрю, начиная от Минска, крупных городов, все деревеньки, свободные при усадебном участке, скуплены. Кто-то маленький дом построил, кто-то большой, кто-то там терем строит. Ради Бога, главное, чтобы эта земля оказалась в руках хозяев. То есть мы повернули сознание людей за эти три года и нацелили их на то, что малую родину, особенно деревню, без деревни не бывает ни одного государства. Без этого не может быть ни страны, ни суверенитета, ни независимости.